Вообще опыт был для меня такой очень необычный. Целиком снимали мы в Америке картину. Вообще я не очень верил, когда мы написали с моим другом Сашей Бородянским сценарий, что он осуществится когда-либо, потому что надо было все съемки в Америке делать, и я как-то... Вот, потом вот нашелся у нас продюсер Борис Гиллер, который прочитал сценарий, сказал, вот у меня есть сумма денег, очень небольшая на самом деле, вот я могу ее вложить в картину, вот как вы, снимете, не снимете. Ну вот мы тогда решились, я решился вот снимать. И поэтому вообще очень интенсивная была работа, мы сняли картину за 30 дней. Очень много впечатлений было, снимали в Сан-Франциско, и в общем, конечно, такие интересные были моменты такие. Конечно, может быть, самое яркое впечатление – это героиня фильма, Алиссон Уитбек. Она тогда 10-летняя девочка, сейчас она, наверное, уже девушка, которая, на мой взгляд, просто замечательно талантливая, просто актриса. Она просто настоящая актриса, сложившаяся, на мой взгляд, во всяком случае. В общем-то, я, можно сказать, я с ней особенно и не работала. Она все делала так, как надо, и, так сказать, без всяких. Все понимала, все чувствовала. И у нас какие-то сложились с ней очень такие, вот именно дружеские отношения, несмотря на разницу в возрасте. Она, конечно, была самым ярким впечатлением в этой картине. Но еще было у меня впечатление такое, мне чуть там пальца не отрезало во время съемок. Мы снимали там сцену с грузовиком, и у меня нога попала там под блок, и вся эта масса начала мне, значит, перерезать, можно сказать, это. Но вовремя остановились и прочее, прочее. Но не прием, а потом так в госпитале мы, значит, так. Ну, во всяком случае, вот такой был момент. Я его тоже вспоминаю, тем более нога у меня до сих пор немножко, так сказать, повреждена в этих местах. Вот я вспоминаю всегда американскую дочь. У нас очень, я помню, занятный продюсер был, исполнительный американский, Генри Розенталь. У нее дом был такой странный, у нее был свой дом в Сан-Франциско, практически в центре, но очень странный, такой, похожий на лавку древности Диккенса. Он такой был вообще своеобразный очень господин, хороший, профессионал очень. Но я имею в виду просто, вот в меня так всплывают какие-то такие воспоминания. Там весь штат этот дышит кинематографом. Поэтому на уровне вот всех, начиная от детей, кончая там полицейскими, когда речь идет о кино, то вообще есть желание все время помочь. Нужно сказать, вот это у них, конечно, вот именно в Калифорнии, видимо, вот это вот присутствие Голливуда. Во-первых, все тайно, видимо, мечтают актерами стать актрисами. Поэтому все дети поголовно практически, они стоят в каких-нибудь агентствах. И, по-моему, большая часть взрослых. Потому что огромное число актеров, которые, так сказать, занимаются чем угодно, им надо жить как-то, но они мечтают, что в какой-то момент их, значит, судьба час пробьет. Ну и в этом смысле, конечно, вот все, в общем, очень благожелательное отношение к кинематографу. Я должен сказать, вот мы это на себе испытали. Может быть, еще потому что, кстати, мы русские, поэтому как-то к нам тоже особенно, нужно сказать, с вниманием относились. Но должен сказать, что во всем, что нам нужно было, старались пойти навстречу. И мы снимали в таких местах, где я сомневаюсь, чтобы в России нас пустили. Там окружная тюрьма, например, где мы снимали, она вообще, это немыслимое сооружение. Самое, там, по последнему слову, технике. И она такая, какая-то строгая. Нас пустили снимать туда без проблем. Пустили, даже вертолет дали посадить на территорию тюрьмы. Можете себе представить. Я сомневаюсь, что у нас бы до такой степени, в общем-то сказать, это. И у нас много таких моментов было. И шли навстречу. Шли навстречу. Тем более, что у нас средств не было. У нас не было возможности ни платить, ни какие-то это. То есть, в общем-то, это достаточно были мизерные средства аренды, которые мы могли предложить. Конечно, совершенно несерьезные. Но шли навстречу, помогали. Актеры снимались. У нас некоторые актеры американские сами оплачивали дорогу. У нас был актер. Он сам в Лос-Анджелесе жил. У нас просто не было уже денег на два съемочных дня в Сан-Франциско. Он говорит, ну, гостиницу не оплатите. Он говорит, да, гостиница, да. Но на дорогу нет. Он сам оплатил, прилетел, снимался. Вот такие вот дела. Так что, в общем, такая интересная, конечно, воспоминания у меня с этим связаны. Такой опыт очень интересный. Продолжение следует...